Дружба ради наслаждения Я вообще, я в такой Друзья должны делиться новостями о своих успехах и неудачах При рассказе друга о своей жизни и о своих переживаниях Следует на время забыть о себе и своих проблемах Не следует перебивать или менять тему разговора В общем, хочу вот такой, но только чтобы здесь пристроили Весеночку, собачки, короче, классно Я прошу прощения, а я вам тут не мешаю? Может быть, третье лишнее? Я вообще не понимаю, зачем ты меня сюда позвала Если все время проводишь с ним Вообще, сколько с ним знакомы? Мы с тобой с детства Вот, и он такой, такой классный, такой красивый Я на него смотрю, и у него просто мурашки по коже Блин, ну ты что, не соображаешь вообще? Он же тюбик, самый натуральный Вообще Да он классный Ни квартир, ни машины, ни работы Друг не критикует личную жизнь своего друга и не ревнует его к противоположному полу Ни один человек не имеет права вмешиваться в личную жизнь другого Критика второй половины друга не что иное, как проявление собственнических прав и ревности Ревность же означает недоверие, что является недопустимым в дружбе Полинушка, слушай, такая неприятная ситуация в жизни Можешь мне, пожалуйста, денег занять до понедельника? Конечно, могу вообще без вопросов Я сейчас тебе переведу все Алло Алло, привет Слушай, сегодня уже среда Ты обещала в понедельник вернуть Помнишь, ты занимала меня? Полин, ну ладно тебе, мы же друзья Ну, как смогу, так отдам Долг платежом красен, даже если долг нужно отдавать другу Это правило нередко не соблюдается, что непримерно ведет к разрыву отношений Вот ты, когда заходишь, вот с такой недовольной миной, я как должна? Давай ты просто заволчишь Я должна позитивно, ну... В случае несогласия с мнением друга можно попытаться отстоять свою точку зрения Оставаясь при этом спокойным и уравновешенным Не следует спорить до белого коленя, унижать друг друга и тем более переходить на личности Так, почти все готово, осталось стол перенести Камин, поможешь, пожалуйста? Угу Нет, я не поняла, ты поможешь? Ну, да, да Сейчас, минутку В случае необходимости друзья оказывают помощь друг другу Дружба не может существовать без взаимопомощи, как и без взаимопонимания Ну вот Слушай, 4 часа красили, по-моему, просто классно Слушай, тебе не кажется, что светлый себе не очень идет? Может, лучше какой-нибудь каштановый, ну, что-то такое Какие-то реснички в этот раз неудачные получились Мне кажется, нужно было делать что-то более натуральное Друг всегда уважает внутренний мир своего друга Его нужно принимать таким, какой он есть И не пытаться его переделать Каждый человек, индивидуальность и это нужно ценить Вот несколько правил, которые позволяют сохранить дружбу на многие годы А вместе с тем по этим правилам можно легко определить, кто из ваших друзей настоящий Любите, дружите и, пожалуйста, будьте любезны Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому